друзья я вас приветствую сегодня поговорим про кэш в частности будем говорить про локальный кэш который прячется за интерфейсом i-memory кэш на платформе sp.net core и про distributed кэш я буду показывать его на примере редиса и в общем то давайте переключаться а ну так что там обычно говорится подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и вам и мне будет счастье ну давайте переключаться visual studio и так для начала коллеги хотелось бы сказать что такое кэширование кэширование это сохранение в памяти каких-то данных которые не требуются заново получать а можно взять его из памяти этот набор данных и в общем то тем самым увеличить быстродействие сократить количество запросов я думаю что вы понимаете о чем я говорю и сегодня будем говорить про кэш в концепции sp.net core приложения в частности web api и надо понимать что есть несколько видов кэша в частности один из них называется i-memory кэш это интерфейс который представляет платформа спадут net core который складывает ваши данные в память вашего сервиса вашего web api то есть локально получается другие сервисы этот кэш видеть не буду собственно говоря на экране у меня контроллер который называется кэш контроллер есть контроллер есть у него два метода один метод называется set кэш а второй get кэш собственно говоря в сайт кэш есть данные которые я могу в виде строки поместить в кэш и вот этот механизм используется то есть i-memory кэш это локальная кэш для текущего сервиса для текущего web api другими словами давайте я скажу что это такое local in-memory кэш то есть в памяти хранится какие-то данные которые в общем-то вы туда кладете на определенный интервал или до определенного времени или пока не выключится сервис что собственно говорят тоже сделать возможно и так я интегрировал я сделал dependency injection в контроллер этого самого i-memory кэш и в одном методе я складываю в этот кэш собственно говоря какие-то данные но в данном случае я их складываю на 10 секунд и есть метод который получать это данные если ничего нету в кэше говорит no data in cache если есть так показывается конкретная какая дата давайте я запущу это приложение вы посмотрите как это работает и будем говорить дальше итак я сделал шаблона nimble framework на базе identity но суть сводится к тому что это абсолютно неважно есть у меня метод setcache есть метод getcache давайте я дерну этот метод и покажу сейчас у меня в памяти ничего нет вот мы видим информацию о том что у нас чистая как ладно неважно так и теперь давайте положим какие-нибудь данные ну в частности я пока сделаю пустой запущу вот у меня положили в данные в кэш на 10 секунд я вот получаю ну и как вы видите у меня есть информация что находится в кэше я дерну еще раз 10 секунд прошло у меня каш пустой ну и соответственно я могу выбирать на сколько ставить эти секунды ну допустим давайте поставим на 30 секунд и поместим туда ну какой-нибудь вот такое вот слово я положил на 30 секунд данные теперь в общем-то пытаюсь прочитать и надо понимать что у меня в кэше теперь лежит слово high нам придется подождать 30 секунд что ты не подумал насчет времени но суть водится к тому что теперь у меня есть кэш на самом деле нужно понимать что кэш и бывает разный есть кэш браузера ешка есть кэш сервера прошу прощения заговариваюсь и в общем-то кэш браузера он работает таким образом так ну как бы проще объяснить то есть если в браузер что-то закэшировали есть определенные механизмы как это можно сделать то при нажатии например ссылки или там клики на кнопку ваш браузер скажет что не надо никуда идти у меня вот здесь вот в temporary files наверное вы слышали про такую папку что там у вас есть уже данные поэтому он не будет делать запрос даже на сервер ничего не пролетит это как один из вариантов кэширования а in memory cache который существует непосредственно в сервере он ограничивает количество запросов например к другим сервисом или там в базе данных то есть сторонним ресурсом то есть кэш внутри сервера api она позволяет ну минимизировать количество запросов или уменьшить количество сложных запросов то есть идет дополнительные телодвижения по части получения данных ну и давайте я нажму кнопку теперь у меня вот собственно говоря написано что ничего в кэше нет и надо понимать что если у меня допустим существует какая-то система которая в общем-то наподобие кубернете сада или докер свару например которая запускается несколько инстансов одного и того же сервис то эти сервисы между собой соответственно как вы понимаете общаться не будут у каждого будет свой кэш и это тоже до самом деле полезная фишка вы можете в общем надо понимать что нужно если вам нужно один кэш для каждого сервиса это distributed кэш сейчас мы это будем делать если для каждого свой а именно и кэш ну и там надо понимать что есть некоторое количество параметров до который там try get create entry remove есть куча экстеншенов например get to create и даже синковая версия то есть асинхронный запрос и здесь вот этим вот можно общем-то очень гибко манипулировать вызывая или складываем данные в память на определенное время или до определенного времени или ну пока вы сами оттуда ничего не удалите что нам теперь предстоит сделать ну во первых я создал второй контроллер давайте для начала этот переименуем если он у нас был лукал кэш давайте так назовем лукал лукал кэш контроллер я нажму сохранить и теперь что нам предстоит сделать мне нужно создать тоже контроллер я вызву глобал кэш контроллер и подключить до ай distributed кэш более того нам нужно настроить его немножко в с этап . cs файле чтобы указать что он должен подключаться к редису я сейчас покажу что у меня так мне ничего не запущено да я сейчас запущу редис и в общем то ну давайте я прямо это при вас и сделаю на самом деле это несложно у меня есть специальный давайте вот так у меня есть вот так вот д давайте я перейду в специальную папку который называется one drive и про нет докер а есть у меня здесь немножко файла в том числе и докер compose давайте я покажу код . докер нет докер к докер композ вот таким вот образом я хочу просто показать что у меня там есть чтобы было понятно что я сейчас запущу мне в докер композ есть рыбе для домашних нужд есть и скил сервер для домашних нужд и есть редис сервер которые запускают того чтобы собственно говоря тоже для домашних нужд и в общем то что мне сейчас остается сделать так это написать докер композ давайте атака напишу прям вообще вот так вот об и навер минус дать деталь сейчас вы увидите что у меня поднимется не это имиджи контейнеры так делом вот он ну да видимо я почистил сейчас это все будет качаться ну давайте я потом на ускоренный перемотаю итак я сейчас через докер композ поднимаю набор определенных сервисов частности скейл сервер в частности радис тот же самый и в rabbit это как бы для локального использования в принципе этого будет достаточно и когда мне подобиться радис у меня будет адрес давайте теперь переключимся вот сюда и здесь создадим давайте я уже переименовал теперь еще файл нужно переименовать файл переименовался теперь создадим пусть будет глобал как я сказал кэш контроллер так . . c sharp тоже будет наследником от контроллер бейс для и 5 этого достаточно во всяком случае мне для демонстрации точно контроллер бейс и так у меня теперь есть контроллер здесь и теперь могу сказать что у меня есть конструктор который хочу опустить ай дис дистрибьют это кэш и здесь собственно время нужно указать параметр название и здесь я его тоже сделал давайте красиво сделаем таким вот образом вот таким образом получается мне контроллер есть теперь давайте я скопирую чтобы сэкономить время я просто название экшенов хочу соблюсти с таким же названием чтобы они были сохранить вернее вот ну и здесь тоже самое я сделаю дэй тайм здесь я сделаю дистрибьют это кэш вот так вот вот тоже название такой же скопирую собственно говоря не будут храниться в разных местах поэтому это сделать можно и теперь мне осталось здесь сделать вот такую штуку и вот такую штуку надо сказать что здесь небольшая отличие есть от сигнатуры здесь я могу указать ключ чуть ниже у меня здесь есть стринговое значение дистрибьют это кэш вэлю но смотрите здесь используются байты я не буду байты использовать я хочу сет и синг сет стринг давайте я буду сразу стринг уже есть extension который превратит мои байты стринг но и здесь нужно указать уже дополнительные параметры в частности как видите new distributed actions давайте я сделал таким образом control x new distributed нет и так new distributed cash options вернее прошу обращения и здесь мне нужно указать абсолютно или sliding ну давайте сделаем sliding шутку sliding да это когда вы положили в кэш на 10 секунд и по истечении секунд она удалится но если вы в течение 10 секунд сделаете какое-нибудь обращение то эти 10 секунд продлятся на еще 10 секунд вот так вот если грубо говорить я сделал абсолютно экспалют exploration давайте вот так вот ты и через 10 секунд ну по образу подобия когда было прошлый раз собственно говоря здесь нужно сделать то же самое здесь нужно get string кстати можно и синг сделать давайте здесь и синг сделаем и здесь и синг сделаем в общем будем пользоваться современными способами и соответственно здесь мне нужно написать wait и тогда добавить сюда task и соответственно здесь я сделаю то же самое wait и соответственно опять же task добавится ну и теперь нужно еще указать помимо ключа cancellation токен надо сказать что здесь у нас есть http request aborted это как раз cancellation токен ключ мне есть и так так по-моему на на это вот ругается надо симка здесь мы скажем если экзист а давайте их наоборот и так вот раз и invert condition вот то есть если экзист мы покажем в или а нам нужно в или тут получить так вы или у нас давайте так вот так вот это вот и есть вы ли что-то я запутался давайте тогда вот так вот сделаем есть ли вы и из нул нет давайте напишем из нот ну тогда показать его ух ты ешкин код нот ой конечно же из нот нул тогда показать этот вы или а если нул то и соответственно ничего показывать она не будет и так дистрибьютор кэш у нас как бы уже есть контроллер теперь осталось настроить и посмотреть что у нас там да посмотрите у меня все запустилось давайте откроем и вот у нас есть скилл сервер ребят и редис соответственно вот он редис вот он уже готов принимать запросы и вот у нас inspection который говорит какому порту можно подключиться ну то есть обратиться к нему ой настроить и вот так это можно закрыть чтобы получить собственно говоря доступ к этому редису так давайте для начала сделаем следующее я вот эту штуку так пока свернул и пока сверну теперь давайте сделаем таким образом чтобы наш сервис мог запуститься в докере как это сделать на самом деле очень легко спасибо microsoft то нужно добавить докер саппорт у меня linux поэтому то есть у меня этот vsl2 соответственно linux сейчас у меня добавится докер файл вот он но здесь нужно понимать что этот докер файл нужно принести на уровень выше чтобы он был над всеми тремя проектами ну давайте вот так вот сделаю показать нет вот так вот я сделаю показать его и теперь вот этот вот где он докер файл control x и вот сюда вот control v теперь соответственно я могу сделать имидж вот я уже себе приготовил а нет это еще не то давайте так сделаем билд докер билд смотрите я запустил команду которая относится к текущей папке эта точка тс web api v1 сейчас у меня построится имидж который называется api web1 что-то долго ну да наверняка для того чтобы это первый раз построить имиджи скачивается вот sdk asp net да вот он появился my web и теперь соответственно я могу его запустить ну давайте в общем то это проделаем давайте проделаем это таким образом чтобы увидеть что он работает где-то у меня тут уже был скрипт давайте я не буду выпендриваться и покажу его вот допустим вот допустим у меня в my web 1 до web 1 где он вот он my web версия 1 и я хочу запустить на допустим пусть он работает на 8008 запускаем сейчас у меня поднимется контейнер еще один вот он my web 1.8 давайте его откроем посмотрим что он действительно работает да он действительно работает просто нужно дописать вот такой вот магический адрес в котором он как раз и находится и как вы видите у меня теперь это запустилось уже в докере то есть в контейнере соответственно есть local кэш и global кэш и для того чтобы проверить чтобы это действительно работает так я кажется фигню какую-то сделал так control c так не закрывается давайте вот таким вот образом давайте запустим сразу два сервиса так это мне нужно перейти д project я прошу прощения так project что там у нас есть темп и дальше есть вот вот этот вот проект вот здесь я теперь запущу вот так вот скопирую один файл а вот так вот скажу тоже сделаем туда же project нет вот project что там темп и дальше нажму control пробел выберу identity перейду сюда и здесь запущу еще раз этот уже но по другому адресу пусть он называется ну допустим вот на этом адресе лежит запускаем этот он сейчас стартует и запускаем этот оба стартанули сейчас проверим что они появились оба здесь да вот она восемь тысяч девять на восемь тысяч восемь соответственно давайте вот так сделаем и вот этот вот скопируем и запустим его вот сюда и поменяем немножечко адрес теперь мне есть два сервиса как вы видите они работают по-разному но на данный момент надо понимать что у них есть локальный кэш и каждого них свой я думаю понятно а когда мы настроим global кэш мы будем уже наверное зря все это сделал потому что нужно сначала было настроить а потом перебилдить ну ладно зато покажу как перебилдить имиджи и перезапускать их давайте для начала обратимся к конструкции вот я нашел страничку которая общем-то объясняю что такое distributed cache давайте включим даже по-русски чтобы было удобнее читать ссылку я добавлю в описании итак распределенный кэш это используемый кэш несколькими серверами приложения обычно поддерживаю внешней службой ну или сервисами в данном случае речь идет о так что я по-русски читать не могу сейчас секунду потерял вот в общем то здесь речь идет о том что для того чтобы заработал distributed cache надо установить либо редис как вы здесь написано да ну давайте так вот либо и скел сервер специальный пакет nugget пакет который подключается к скелсерверу либо редис собственно говоря ну либо еще вот такая штука сен кэш ну я использовал скелсервер и редис редис работает быстрее надо понимать почему потому что он работает в памяти ну и более распространен на мой взгляд же если не прав отпишитесь в комментариях и в общем то я как раз вот этот вот сейчас пакеты поставлю здесь у нас есть ссылка вернее даже есть команда как выполнить но хотя мне принципе это не нужно давайте я вот здесь сделаю вот таким вот образом package и здесь давайте все таки скопирую это будет быстрее я даже вот так сделал control c переключусь обратно броды контрол в да вот он этот самый кэш и дальше в общем то ничего сложного нет пока он ставится давайте переключимся сюда ссылка я сказал добавлю в описанию так да хочу наверное все таки и зря закрыл давайте снова откроем и прям прочитаем что собственно игра нужно сделать чтобы вам было понятно с какой стороны смотреть в какую сторону и если говорить про редиска что здесь специально есть команда я прямо знаете прямо скопирую вот таким вот образом control c это мне нужно добавить соответственно стартап ну и я это добавлю ну давайте вот сюда для примера а вот это добавлю соответственно вот сюда упс то что же сервисы добавил конечно туда нужно добавить что он включить включить дистрибьютид кэш а вот здесь нужно его законфигурировать данном случае configuration у нас давайте посмотрим что там написано так конфиг кэш configuration так понятно и в общем там здесь мне нужно его настроить ну так давайте посмотрим что они хотят макс и как они можно взять и то мы посмотрим как это делается по-человечески наверняка есть описание да вот смотрите configuration это локал хост ну давайте я вот это вот скопируем да не очень понятно инструкция на самом деле ну ладно не важно прежде чем продолжить я хочу сделать некоторые пояснения они на самом деле важны в configuration указывается localhost и это значит что если я запущу локально то моя система подключится к моему localhost наружу который сейчас у меня смотрит вот сюда то есть redis у меня стоит на localhost это можно принципе легко проверить вот это говорит что localhost то есть локально эта система сработает но если я хочу это положить в докер я чуть-чуть покажу попозже и так давайте проверим а ну еще instance name это говорит о том что вы создаете instance если вы будете использовать несколько приложений которые будут подключаться к redis ну желательно задать этот параметр теоретически если вы будете использовать только для одного то в общем приложение какой-нибудь сервиса то это все равно в исходниках написано что будет пустая строка ну давайте создадим просто путь как скопировали так и будет simple instance и теперь давайте запустим не в докере а в кастрелы то есть локально и проверим что у меня кэш работает как и предполагалось ну уже distributed на новом контроллере который global кэш давайте даже все по закрываем лишним так вот у меня запустился 10000 один это локальный хост вот я открываю кэш global на данный момент нажимаю execute и вижу что у меня что правильно то есть у меня сохранилось в это все правильно теперь пытаемся получить из кэша из distributed уже кэша но и как вы видите это все работает то есть локально машина запустилась нашла наш тот самый redis который болтается в докере и засунул туда данные и прочитал из него теперь если я хочу мое приложение положить в докер то мне нужно как минимум ну давайте переключу сюда вот то мне нужно как минимум чтобы имидж который я создам который я вот создал да вот этот имидж запустить его в той же самой сети что запущен и redis и более того мне нужно указать не localhost а название redis то есть данный момент у меня redis это говорит название компьютера но это вот в общих чертах топология вот этого докера внутри себя там немножко по-другому нужно в общем то смотреть то есть все сервисы друг дружку видят нас на базе вот этого названия они localhost то есть там в общем это это много нюансов потом расскажем если вдруг потребуется так что нам нужно сделать ну давайте для начала раз уже это работает здесь напишем redis потому что я хочу запускать его из докера мои приложения вот он redis теперь мне нужно так где мой красивый windows терминал давайте я прям вот так скажу чтобы он засплетел его горизонтально так и здесь sddd так project project здесь будет темп и здесь будет еще вот такая штука я вот это прям скопирую нажму enter здесь тоже enter и здесь скажу следующее мне нужно сделать build раз я уже здесь нахожусь давайте где-то вот здесь build так мы будем вторую версию делать в 2 так надо проверить где у нас имиджи да вы один у нас есть давайте теперь сделаем в 2 и я скажу build сейчас у меня соберется имидж новый с новыми настройками но теоретически конечно было бы неплохо естественно это все положить в sp settings то есть в конфигурацию читать их в зависимости от того где запускаю подменять эту конфигурацию на redis или на localhost но я не буду этого делать я хочу просто показать как-то как-то настраивается а как-то в настройки положить я думаю что вы уже сами разберетесь это мне кажется будет правильный подход сейчас топор наберем и жестко привязываем прям настройки хардкодим и проверяем как-то будет работать отлично у нас появилась версия 2 теперь соответственно нужно ее поднять но не просто чтобы он появился в этой сетке как это и знать в какую сетку чего прописать давайте тоже покажу докер контейнер с контейнер ps это мы узнаем все контейнеры которые у нас есть и здесь у нас вот есть redis и у него е 1f из теперь мы можем написать докер inspect и просто вставить этот вот е 1f 1f вот так и нажать enter и не отчета видимо неправильно писал и ну да что-то фигню какую-то написал inspect вот и теперь здесь я могу увидеть network и есть слово local надо сказать еще можно было конечно посмотреть в докер композ там прописано название local и тем не менее я теперь знаю что мне нужно запустить где-то тут мы уже запускали так вот да вот мне сейчас секунду день могу найти вот я прописал network подчеркивание local запустить в 2 и теперь я могу запустить мой в 2 который порт 89 давайте скопируем нажму enter а здесь скажу что я хочу запустить только на порту второй инстанс на порту 8 то есть вот этим параметром тире тире или дефис дефис network local я указал что я хочу запустить это в той сетке в которой работает redis таким образом получается у меня название сервиса ой сервера redis у меня в локальной сетке они одной находятся и теперь в общем то что мне остается сделать так это вот один давайте я вот так вот его скопируем положу упс так вот сюда один вот сюда 2 так f5 здесь проверим ну а теперь давайте в одном сервисе положим вот и как вы видите мы положили так сейчас у нас пройдет 10 секунд и мы не успеем прочитать но давайте тогда вот здесь попробуем успеть успел нет кашу женщине то ну тогда мы сразу здесь подготовим на get у нас здесь тоже он подключился но ничего не нашел и мы все поставим на ну сколько давайте на 20 секунд нет на 20 и напишем hello давайте напишем world и положим это в кэш а теперь получим другом сервисе как вы видите два разных инстанса обращаются к одному и тому же редис серверу и получается что получается в общем друзья все получается таким образом что конфигурация имеет значение особенной для дядя и ся и дисси то есть контине delivery и континент integration это общем самом деле важно потому что это все управляется из конфигурации имейте ввиду что доктор такая штука которая имеет внутри себя свою собственную структуру свой днс и все такое поэтому пишите правильный код да 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 Продолжение следует...